Всегда такие ощущения, как вернулся домой. Непередаваемая. Видите, даже резиновое уплотнение здесь у нас ни разу никогда не снимал, даже не пытался зачем. Это стекляшки у нас стеклянные были, фонари старого Барсавича. Резина хорошая, оправдала себя. Еще раз покажу сейчас, может кому-то пригодится. Хэйнани. Хэйнани. По-моему, я не ошибаюсь. Здесь я Хэйнань никогда не произнесу, да? Это уже что-то ихнее, какие-то царственные гербы. Может быть, язык китайский начать изучать? Ну, 12R. Не 24, как у нас 12. В чем вся фишка была всего этого? Так, 18.00-24. Это наше, да. Дальше у нас L-3, 6, в обратную сторону стрелка. Завернута. Ну, не знаю, что это значит. Ну, главное, вот это наше, да. 12R, почему фишка в этом? Она мягкая. Она сработала, как липучка. Еще раз повторяюсь. С утра, правда, такие вещи не хочу умные произносить. Когда еще придется. Она сработала, как липучка. Четыре колеса привезли. И вот я их на передок поставил. Это липучка сзади, на задних мостах. Где у нас самая-самая нагрузка, конечно же. Я так думаю, она не выдержит. Нет. Там у меня родные стоят. Да, 24R. 24R, что это у нас? Это слойность, да, слойность. Что тут говорить? Слойность Курда, да. Крепость. Крепость. Ну, а здесь она как бы спереди стоит. Она очень здорово помогла, да. Я уже много об этом говорил. Очень здорово помогла, очень. Это просто... Я даже сам не ожидал такого эффекта. Не ожидал даже, да. Раздатку менял в десятом году. Первый раз за 9 лет эксплуатации. И так она у меня надежная раздатка. Кто бы что не говорил. Да, по-моему, никто ничто не говорит. Никогда я по раздатке никаких нареканий ни от кого не слышал. По карданам то же самое. Никаких нареканий я не слышал. Был у меня гость, подписчик наш. Он это... У него оборвал кардан с мягкой на модуль наш полуавтомат. Ну, почему оборвал кардан? Потому что там мягкое соединение. Надо же посмотреть. Да, мягкое соединение. Должен сказать, мягкое соединение с повышайки. Да. Полуавтомат. Мягкое соединение, ребята, надо смотреть. Я за все годы эксплуатации, я даже не помню, не считал, зачем считать. Я вам так скажу. Раз в десять я менял мягкое соединение. Оно идентично Белазовским. Но там единственное что, может быть сейчас тут что-нибудь найдем. Не всегда тут что-то было. это мой стратегический запас. Но шланги шланги не берут. Так вот, нашел мягкое соединение. Так, что у нас тут? Вот эти втулки, они когда в сборы Белазовские берете, вот эти втулки надо свои ставить. Там по отверстию, у меня, по крайней мере, не подходили. Не подходили, да. Вот это раскручивал. Легко раскручивал, разбирается. И эти свои потом запрессовывал. На резиновые сайлентблоки. Единственная разница. Так вроде с виду одинаковые. Турбины, так я приготовил улитки, отремонтировал. Вот они у меня в сборе. Шпильки все новые восстановил. Шпильки после усиленной-усиленной эксплуатации. Шпильки, как правило, при усилии они отлетают. Перекаленная. Вишневого цвета. По перевалам ходим, она нагревается. Ночью капот поднимешь, как вишневый цвет такой. Не красный, не алый. Но понятно. Перегрев тут еще. За счет за счет турбин приходил. Вот они разные. Видите, улитки разные. Правая, левая. Понимаете? Разные. Вот в этом разница их. И они в притирку. Тут полушайка у нас стоит. Никакие турбины, другие больше не подходят. Только из-за того, что тут всю притирку у нас 240 с нашей повышайкой стоит. Другая турбина никак не подходит. Только эти родные. В Краснодаре мы заказывали у ребят фирма. Сейчас даже не вспомню. Так. Это был 13 год, по-моему. Только по интернету там нашли мы. Анапа, Краснодар. Там ребята занимались. Они под заказ нам сделали вот эти турбины. У них где-то выход был на завод. В Мелитополе, по-моему. Как нам сказали? Их эти дизеля не выпускают. И это. И что это? Так. Тут разбомбили все. Так. Тут разбомбили все. 240-й Нажда НМ-2 турбованные. И они нам сделали. Посылка довольно-таки быстро пришла. Как раз вовремя. Вот они стоят. Правая, левая. Да. Вот они. Ну как тут? Тут другие не поставишь. Видите как раз притирочку. Компрессор, повышайка. Только-только. Крепление тут показывал свое. Не к повышайке, а к головке уже. Кронштейн этот сделал. Да это уже у меня. С первого года я так сделал. Потому что не оправдал я себя заводское крепление. Не стал заморачиваться. Сделал так все, когда это все работало. Не берут эти хомуты. Никто не берет. Не любят их почему-то. Я всегда пользуюсь. Вот они у меня даже здесь стоят. Даже на мелкой. Везде они стоят. Понимаете? Самое надежное. Китайские оплатверточные. Я не это. Работают люди. Я ничего не говорю. Но мне они не нравятся. Я, как всегда, консервативен. Везде они у меня стоят. Ну, наверное, первый раз показывал. Капоты у меня запружинены все. Пружины. Потому что излом большой. Трескается все. Вот видите, трещины. Запружинено все, чтобы играло, да. Стойки капотов, конечно же, переделаны. Потому что отверстия под трубиной пришлось врезать в капоте. А заводские вот это так вышло из положения. Оказывается, даже сейчас можно что-то объяснить, показать даже, да. Что-то можно даже показать. Еще интересную вещь показываю. Вот это вот щель, видите. Зазор. Не щель. Зазор. 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 Вот видите, вставочка. Полностью ушел в зад. И опять возвращаясь к кардану, мягкое соединение с повышейки на ГТ, полуавтомат. Я забыл сказать, мы его укорачивали, да, на 12 сантиметров Вот как здесь зазор появился, так и кардан пришлось наш родной укорачивать в Рогановской Еще раз показываю, трещины под седлом Это болезнь у всех седельных, трещины под седлом, ничего удивительного И на КАМАЗах у нас было в 80-х, мы стремянки ставили, стягивали раму Здесь просто сваркой работаем, усиливаем Седельные, ну кто по асфальту ездит, он не знаком с этой проблемой Я же тоже дальнобойщиком работал много лет Когда асфальт появился, у нас рамы не трещали, по бездорожью, да, скрутка идет Еще, пока мы у седла Поверхность седла никогда я не смазываю Она у меня сухая всегда Замок, да, пальцы, да Даже не советую никому, не хотел сказать, не вздумайте Это дело каждого Никогда я его не смазывал Сколько лет работаю на седельных Спорный вопрос У каждого свое мнение Но практика показывает Не надо этого делать Так, у меня привычка никогда на кардан не становиться Почему-то у меня такая фобия Вот сколько лет работаю Никогда на кардан не становлюсь Не знаю, почему, что-то у меня из прошлого Это 1984 год СССР Чемзап новых получали вместе с тягачом Тягач тоже из колодок снимали Пробег минимум был Седло вынесено на 51 сантиметр Везде от центра тележки Центр тележки, где его сбалансировали, конечно же Седло вынесено вперед То есть задумка у конструктора была Изначально все продумано было Чтобы Хотя бы частично загрузить Полностью И передние мосты Частично То есть Я полностью Зря сказал Чтобы хотя бы Передние мосты помогали Понимаете Все продумано Еще раз повторяюсь Это машина Это машина Сделана Для ракет Потом уже появляются Унификации Танковый тягач И все прочее Которые мы все знаем Которые мы все видим Ошкаш Штатовский Молодцы ребята Молодцы Но у них Другая трансмиссия Ходовка Колесики Маленькие Диаметр колеса Играет Большую роль Оказывается Диаметр колеса Вот намного ли Не выше Наши Ураганские колеса Вот этого Лапотного Вот рядом Которые стоят Смотрите Два родственника Близнеца Вот намного ли выше Казалось бы Вот мы И вот лапот Вроде не намного Диаметр колеса Много значит Плечо Здесь еще чем берет МАЗ Колес на передаче Бортовое Хоть как вы называете Солнечные шествия Сателлиты Шесть С лишним раз Крутящий момент Она добавляет Плюс диаметр колеса Даже Наш 240 С его 500 лошадями Он худо-бедно Вытягивает Наверх Понимаете Худо-бедно Но вытягивает Он за счет Трансмиссии Колесных передач Диаметр колеса Это то что я думаю Из практики своих Долгих-долгих лет